В отряде только девушки. Песню группы Алиса «Небо славян» выбирали вместе. Теперь они все делают сообща. Команда. По-другому нельзя. Представительница прекрасной половины человечества в лагере настоящих героев. Здесь, под покровом небес, мы родились. Девятиклассница Анна Суржикова выучила песню быстро. Да и военный режим ей не чужд. Ведь она юноармеец. Поэтому решила продолжить постигать мир воинского искусства и в летние каникулы. Я юноармеец. И для меня важно научиться собирать оружие, пистолет Макарова. Я очень жду того дня, когда мы пойдем в лазертак и попробуем себя на полосе препятствий. Потому что это в любом случае укрепит нас, сплотит нашу команду и оставит приятные воспоминания о лагере. Ряды школы военного связиста пополнили 250 девушек со всего Подмосковья. Возраст от 12 до 16 лет. Курсанты внимательно изучают профессию. Она и сегодня остается престижной. Заслуги войск связи в годы Великой Отечественной войны невозможно недооценить. И уже тогда было понятно, что с такой работой блестяще справятся женщины. В саму программу входят занятия, связанные с радиосвязью. Соответственно, в игровой форме они отрабатывают, что такое радиообмен, как его правильно производить. И некоторые занятия, опять же, пока секрет, потому что девочки узнают о них позже, тоже связаны с радиосвязью непосредственно. Организаторы лагеря подготовили насыщенную программу. Каждый день у юных воспитанниц расписан по минутам. Экскурсии, спорт, военное дело. Девиз лагеря – преодолей себя. И девчата уверенно с ним справляются. За 12 дней можно получить навыки обращения с оружием, проверить себя на выносливость, узнать о военном деле и изучить историю своей страны. Снимаем, предохранить. Он находится у нас с левой стороны. В хрупких руках девушек массогабаритный макет пистолета Макарова. Это деактивированный пистолет, переделка, который исключает возможность произведения выстрела. Ведь безопасность в лагере на первом месте. Этот пистолет подходит именно для учебных тренировок по разборке и сборке оружия. Но и творчеству здесь есть место. Девчата сочиняют песни, ставят спектакли, которые представят на строгий суд зрителей своих же однополчан. Пространство организовано по-спартански. Палаточный лагерь оборудован кондиционерами. На территории размещены спортивные площадки, лазер-так и полоса препятствий. Организаторы уверяют, в лагере идут не за комфортом, а преодолеть себя. Один факт можно сказать о многом. 20% девчонок с прошлого года вернулись в этом году. Поэтому это нравится, на это есть спрос и даже на такое суровое времяпрепровождение. Но девчонки действительно, наверное, быстрее втягиваются, во-первых. Во-вторых, быстрее добиваются результатов. Ну вот как-то сейчас так у нас жизнь распорядилась, наверное, что так происходит. И становление вооруженных сил сейчас на данном этапе современного их развития, говорит о том, что все-таки мы смотрим в сторону женщин и в сторону их службы в армии не только в качестве медицинских работников, но и в качестве полноценных военнослужащих, летчиков, спецназовцев и прочих специальностей военно-учетных. Молодых связисток сменят юные медики. Одна из смен в лагере для девчонок будет посвящена военной медицине. Но и ребятам не стоит переживать, для них организаторы тоже разработали подобный проект. Так что посоревноваться в умении перевязки бойцов и оказанию первой помощи будет возможность и у мальчишек. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».